Сегодня я пригласил известного гонщика, спустившегося к нам с горы Арарат. Он гонщик очень высокого уровня, в горах, в высокогорье, как вы знаете, серпантины. И кто как не человек, гоняющий там, поклуший, способен охарактеризовать, что же у нас тут происходит. В гонках нет фоспит и конкретно в съемках моей игры с различными другими игроками, которых я неуважительно называю читеры. Зовут его Вано Абарзешвили, прошу его прокомментировать. Будьте добры, Вано. Ну, что я могу сказать, да, свящий? Ты спросишь меня, совсем, я совсем не знаю, да? Вообще гонка, эта гонка у нас на баран проводится, да? Ха садишься на баран, впереди его морда ставишь морковку, и он побежал, да? Побежал, побежал. Вано, но это вот как раз те гонщики, о которых я хотел. Для зрителя я хочу пояснить, что Вано имел в виду садиться на баран, то есть садиться за баранку. И садиться за баранку на козла имеется в виду такой древний автомобиль, такой джип восточных стран, который назывался козел. Так вот, об этих гонщиках я хотел поговорить с вами, чтобы вы прокомментировали. Вы видите, вот со мной гоняет гонщик, который поставил чит, так же он, вот так вот он играет с читами. Я даже не знаю, как к этому относиться, ведь ездить он не умеет, но такое впечатление, что он очень хорошо ездит. Он так сильно бьет мою машину, и так ему хорошо удается, что у него ничего не получается. Этого читера зовут Сазлинк. Вы можете в Оно не сомневаться, что он читер, и мнение по поводу того, читер он или нет, я у вас не спрашиваю. Я хотел узнать ваше мнение по поводу того, как вы смотрите на то, что в игре часто попадаются читеры, настолько часто, что они тут всегда... Ну, я постараюсь, раз ты просишь, да, как независимый обозреватель, я бы, конечно, мог дать тебе несколько советов. Вот, например, садишься ты за бар... и за руль, да, садишься. Что ты должен в первую очередь сделать? Скажи мне, дорогой. Ну, я думаю, я должен проверить систему работы автомобиля без запаса. Вот и неправильно, дорогой. Прежде всего, ты должен обмыть автомобиль, понимаешь? Обмыть, как следует, хорошее вино, да, вот только после этого ты, может, что ты там сказал? Я говорил о работоспособности автомобиля. Да, вот только тогда ты можешь работать, да. Вану, вот здесь, на мой взгляд, мы пропустили очень интересный момент. Здесь был читер, надавался Труппер, Труппер С-11. Так вот, смотри, у него моргает уже жизнь, уже давно. Я его уже стукнул, по-моему, уже пару раз я отвлекся. И смотри, он давно уже должен был умереть, но он не хочет. И моргает, и уже мертвый, и уже третий раз бью, а все равно бестолку. Ну, как вот так можно играть, скажи? Вах, 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 смотри-ка, он еще что-то делал, какой-то фокус, да? Да, конечно, я тебя совсем понимаю, друг мой. Но дело-то в том, что, может быть, это шайтан? Как ты думаешь? Ведь откуда бы он прыгал? Туда-сюда? Туда-сюда? Вот ты говоришь, это читы, а я думаю, это шайтан. По этому поводу мы обычно в нашем кишлак собираем группу старейшин, да? И они решают, приезжай ко мне, и мы с тобой об этом поговорим. Ты заметил, машины на дороге через него телепортируются. Разве может так ездить обычный гонщик? Это шайтан. Ну, в общем-то, это даже не шайтан и даже не тот гонщик. Это уже следующий. Зовут его Шерлок Холмс, точнее, Хоммерс. И, в общем-то, ему пришел кирдык Старкрин, который я уже 20 раз показывал. Это талантливое воплощение физики на дороге. Я с таким еще не сталкивался. Вот скажи мне, зачем ты бьешь этот хороший человек, да? Он пришел поддержать твое настроение, да? Твой рабочий настрой. Видишь, как он скользит? Он обижается на тебя. Ты не должен так делать. Зачем ты обижаешь его? Оставит он специальные программы для того, чтобы помочь тебе ездить. Вот мы, когда на лошадь садимся, мы пинка под задний хвост даем, да? Вот и ты так же. Ну, вот смотри, два человека с тобой играют. А они сделал тебе уважение, да? Уважение с тобой общаться, тебя стрелять и подбивать. Сильно хорошо, да? Вот они тебя бьют, бьют. А ты что делаешь? Ты никак не можешь разбиться. Если тебе сказали, все, значит, все. Так дело не делается. Эти отмазка читера, не читера. Знаешь, это у нас не канает, да? Поэтому ты как настоящий кацо, лосо, должен. Позациномировать себя, как уважающий человек, раз пригласил к себе домой. На свою гонку пригласил. Ну, понятно, что тебе не нравится. Ты хочешь тоже. Но знаешь, вот сейчас у тебя будет тоже. На тебя обидятся и поставят самый большой чит, да? Когда машин превращается в большой гора. Она не может вот по тебе и уже стреляют далеко, да? И едут за тобой далеко. А вот гора, смотри. Ну что, победил? Нет, так тебе и надо.